Скорость, просчет траектории, выверенные движения, впечатляющий эффект. Расколоты на двое доски, брус, кирпичи, яблоко, сбитое с лезвия ножа. Самый яркий момент соревнования – показательные выступления по специальной технике тхэквондо. Инструктор областной федерации МФТ Аркадий Матлахов разбил гипсовый блок высоким ударом с разворота в прыжке. Тхэквондо – это современное боевое искусство, которое скоростное, очень яркое, которое требует постоянного совершенствования. Детям это очень нравится. Поэтому у нас занимается очень много детей. Точность движений оттачивается на тренировках. Основа тхэквондо – базовая техника – тули. В жестких, вобравших вековой опыт движениях заложена спортивная философия стиля. Мощный разгон энергии начинается с правильной постановки ног, корпуса, образовавшийся поток, направляется по нужной траектории, а вся сила фокусируется в конечной точке – ударе. Михаил Скляренко занимается тхэквондо 8 лет. Отличился сразу в двух видах программы – турнире по базовой технике, тулям и соревнованиям на силу удара. Для того, чтобы побеждать в спаррингах или в туле, надо освоить базовую технику. Сегодня на Кубке Сибири у нас были показательные уступления. Например, туль я уступал. У меня была такая композиция, как мощь в руках, хорошие прыжки длинные, высокие. Рекордсмен турнира в омской команде Рустам Мерзоев. Спортсмен в красном шлеме. Рустам отличился сразу в трех дисциплинах – спарринге, тулях и соревнованиях по специальной технике. По словам спортсмена, решающим фактором побед стала упорная работа на тренировках. У каждого свои способы, кто там как, кто на тренировках, кто там дома, кто… Ну, у всех свои способы, как можно технику наработать, либо сконцентрироваться как-то лучше. Блестящий командный результат. Омские тхаквандисты завоевали более ста золотых медалей, выиграли Кубок Сибири. Призеры соревнований команды Новосибирской республики Бурятия, высокий уровень омских спортсменов и тренеров отметил президент федерации тхаквандо МФТ России Лазарас Целфидис. Это профессионализм, любовь, посвятить себя любимому делу, не отвлекаться на какие-то мелочи, интриги, видеть цель и исследовать ему. Вот принципы успеха, которые здесь в полном мере реализуются. Следующее соревнование омских тхаквандистов на международном уровне. В середине апреля все сильнейшие спортсмены выступят на чемпионате и первенстве Европы, который пройдет в славянском городе Морибор. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, Антенна 7.